добрый вечер мои друзья в очередний раз мы встречаемся сегодня у нас тема привязанности конечно в основном мы будем размышлять о привязанности в отношениях есть определенно но теория привязанности которая показывает как мы взрослые люди встроим своей жизни отношения с другими мы же очень по-разному к этому относимся даже есть крайне такие способы крайне отношения к взаимоотношениям и и это связано с такой привязанностью которая имеет базу то есть появлялась у нас в детстве я еще раз всех приветствую кто присоединяется к нам очень приятно видеть вот постоянных илья ульянов привет ольга гаукина то есть мы видим рига флорида насколько я помню но я не всех еще помню где кто живет мы с некоторыми я очень рад постоянно общаться не очень приятно добрый вечер марина кто тут еще появляется очень приятно что мы не смотря на разные часовые пояса то есть флорида европа и я знаю что сахарин тоже присутствует не часто утром тому же но и польша миколай тоже очень приятно то есть это очень интересно да что кому-то день начинается а мы тут вечер там а у кого-то ночь получается уже так что мы по всему земному шару сегодня общаемся и сегодня тема привязанности знаете я хочу вам сразу сказать что мне пришла мышь насчет привязанность и что это нечто от привязанность это это лишение свободы у меня же вот такое метафоричное мышление же представляю себе сразу поэтому у меня слова привязанность имеет такие отрицательные ассоциации потому что я бы не хотел быть к чему-то привязана не знаю как бы и я когда первый раз когда-то эти теме работы вот если человек он привязан к месту жительства значит он не извинится с места чтобы найти спутника жизни в другом поселке и другом городе на другой улице потому что он сильно привязан с этим местом с этим городом так что существует привязанность наверняка к месту жительства очень сильно привязанность к соседям к родителям это тоже может так повлиять что человек он не будет ему будет очень трудно куда-то переехать он будет строить свою жизнь именно со своим местом жительства и согласитесь что это очень ограничивает такого человека выбор не не очень большой у него получается но я знаю такие люди живут и живут всю жизнь я иногда езжу в свой город родной я там знаю имею хороших таких друзей они всю жизнь в одном городе одном кругу вот в одном городе одни улице работа особенно не меняется круг общения я не живут но даже не трудно сказать что я счастливее их я бы не хотел вот так осенивать так или иначе для меня с моим скажем образом способом мышления темпераментом мне было бы трудно то есть я как-то привязанности к месту не испытывал я сантимент испытываю то есть я там люблю возвращаться любил эти места воспоминания погулять повспоминать мне нравится старых друзей по повстречать пообщается но все равно мне как-то тянет к тому чтобы знакомиться постоянно с чем-то новым вы знаете есть еще другие формы привязанности например я сегодня размышала как люди привязываются к материальным вещам которые у нас на самом деле просто временные и для нас то что вокруг является иногда слишком важным чем-то например но вот в детстве у вас же были мечты купить себе там джинсы или что-то еще обувь какая-то я помню когда был дефицит его все это на эти талончики но конечно мясо все продукты питания но тоже какие-то с одеждой были проблемы это был 80-й год когда мне было 10 лет в 80 году у нас было военное положение так что когда я был подростки у нас был тогда вот очень такой ситуации кризисная но их на других восточных странах так тоже было примерно ну и поэтому какие-то может вещи они но были был на них дефицит какие-то типа там ручки красивые для школы какие-то принадлежности все это было очень красиво но тогда был западной мечты были так вот вы знаете ну просто о чем я сегодня вот так я так поразмышлял сколько я когда я выбираю покупал обувь одежду я же много переживал да хотелось деньги на то потрачить выбирал там человек смотрел какая классная вещь там радуется один день два а сколько я потерял поменял уже или выбросил обуви одежды я вообще не помню даже 99 процентов наверное всего что у меня было к чему я был привязан сегодня для меня все это уже не существует представьте это вообще не имело не имеет уже значения поэтому зачем привязываться к чему-то что не имеет особого значения то есть я вот как-то по-другому отношусь к материальным вещам к одежде чем вот тогда в молодости и в другое время своей жизни это было намного важнее чем сегодня сейчас вспомнил у меня моей жены отец у него есть обувь такая гланцевая не знаю как его называть по-русски но туфли такие черные такие гланцевые очень и он в них женился я не по сегодняшний день у него то есть один раз в год он их одевает и они как новенькие а лет столько прошло представьте себе они храните они есть у них одевает но я как-то так не умею и например я не знаю и этот человек тоже умеет много привязанности может в то время когда был вот именно дефицит он сказал когда он видит потерянную какую-то вещи но там гайку например на улице нашел берет кармане счет домой потому что тогда никто ничего не выбрасывал все люди собирали все домой таскали все что нашли потому что может это пригодится вот такое еще было время и когда люди выросли в таком может у них очень сильно привязанность матерат материальным вещам но сегодня к одежде или я не думаю что вот это так важно она тоже присутствует для некоторых людей очень важно покупать они быстро потом выбрасывают но вот я это вообще не понимаю вот из опыта жизни нового наверно у вас тоже уже появился такой опыте и хорошо чтобы он как можно раньше появлялся что на самом деле привязанность местам к материальным вещам одежда предметы какие-то я тоже знаете когда много приезжал с места на место то мне приходилось выбрасывать кое-что что нет но я не смогу взять с собой и много раз я пересматривал то что у меня есть и на самом деле когда я приехал жить в глазгу из лондона получается я без собой ну как ну то все что у меня было за 7 лет который я жил глазгу там кое-что еще есть несколько скажем сумок может быть больше или там несколько коробок еще каких-то вещей моих таких но которые мне не хотелось выбрасывать до книги некоторые там письма скажем но получается ему здесь приехали на одном войне таком и это у нас получается мне 50 лет жизни и это практически все что мы накопили и из одной стороны я очень был рад там и так было много лишних таких вещей которые можно было бы выбросить получается за всю жизнь у нас даже меньше одной машины еще есть который мы вот так таскаем за собой за всю жизнь вот одежда представляете себе а вот мы наблюдаем вот за другими заодно я помню как мы тоже по россии путешествовали когда я был в разъездном служении в разъездной рабочий нам нужно было много выезжать в мурманс на несколько недель и потом данный восток казахстан и постоянно было много переездов и знаете у меня было такое правило с женой что мы никогда не берем больше вещей сколько бы не длилось поездка не больше чем мы можем взять свои руки потому что я знаю там вроде нас ждут будут встречать а если что-то не получится то как я могу ждать что кто-то меня кто мне будет помогать поэтому мы всегда брали с тобой столько сумок сколько мы сможем сами вдвоем взять и пойти и чтобы не нуждаться в помощи да так на всякий случай это нам очень пригождалось потому что были такие случаи где что-то кто-то нас не ждал например мы приехали какое-то были сбои в информации и вот это знаете было практичным то есть мы брали по минимум получается мы однажды на дальнем востоке знаете там тоже приехали со своими сумками и за нами местные там наши друзья обычно встречать и вышла целая группа они наберут наши сумки забирают нам зрук и мы выше выходим поэтому с автобуса тогда на приморском крае они говорят а где остальные какие остальные они говорят но до вас приезжал один такой тоже разъездной надзиратель из японии говорят а он один был у него было столько сумок целая группа людей должна была таскать он на одну неделю ехал и мы подумали щиты приезжает женой наверное будет намного намного больше чем у него одного то есть у одного было намного больше то еще один случай вам скажу вот это прикол был надо же поделиться чем-то интересным был еще один холостой из финландии такой наш друг который тоже разъездной работой занимался и он когда переезжал с одного района в другой тогда ему нужно было все свои личные вещи но взять собой не просто на одну неделю все что у него было тогда в россии так это еще и у него было целый контейнер 80 с чем-то больших сумок и коробок 80 с чем-то вот и представьте себе за одного холостого человека он все это таскал на того чтобы вещи скромную свою деятельность боготворительную но это да это привязано очень мне кажется это уже перебор какая-то проблема на самом деле но я встречал очень то есть тоже с финансы был такой интересный человек который вообще был лишен такой привязанности то есть у него была маленькая сумка мог так три месяца с ней путешествовать поезд когда мы ехали сутки с ним вдвоем у него вы то у черный хлеб и и сыр ничего больше и вода так существовал ну я так это новая крайность который я вот не не понимал но эту привязанность к вещам которая может нам посмотрите быть но осложнением жизни то есть она может препятствовать нам чтобы мы были мобильными когда нужно куда-то переехать что-то возникнет у нас же дом у нас же привязанность понимаете или у кого-то бизнес там человек привязанный например когда были военные действия во многих странах восточной европы я помню абхазия грузия вот эти времена вот там тоже я помню рассказы вот моих наших друзей которые говорили как-то трудно было на некоторых расставаться со своим участком земли это же его родное а там был тогда стоял вопрос жизни смерти кто-то сказал да нет я останусь буду рисковать все может не знаете некоторые погибли в то время потому что у них была привязанность они не могли то есть были указания были вот было руководство чтобы просто уезжать потому что там точно они рискуют своей жизнью и помните этот конфликт было очень на самом деле жестко скажем так или или но просто ну и когда у кого-то был там смешанный брак некоторые просто решились остаться и рискнули и это очень плохо закончилось то есть вот привязанность своему имуществу своему дому к своей рабочей иногда вот люди потом они не готовы каким-то переменам конечно хорошо быть постоянным стабильным это все хотят какой-то стабильности на самом деле сильно привязанность она может нам быть лишней знаете хочется мне все-таки поговорить о привязанных в отношениях потому что это самое важное то есть наши отношения а для нас очень важное отношение между мужем и женой который мы строим мы их начинаем строить или они у нас уже есть и они строятся каким-то для нас не непонятным образом потому что мы встречаемся и мы люди как у которых есть наша внутренняя привязанность основана на на других принципах на других фундаментах и здесь на самом деле очень мощное влияние имеет то как нас воспитали родители первые месяцы нашей жизни это интересно посмотрите некоторые люди вот так думают о психологии и потом о всем то что вот наука сегодняшняя исследует наше воспитание как это сказывается на взрослой жизни но некоторые смеются закрывают глаза зачем важно это бы себя у меня справляться да если кто-то умеет она намного проще нам строить отношения восстанавливать их улучшать отношения когда мы понимаем что с нами происходит что происходит с моей женой и с моим мужем это очень важно чтобы мы вот поэтому знаете нам тогда и не страшно когда мы всегда испытываем страх когда мы не понимаем что происходит для нас так это шокирующие иногда в семье тоже может быть так что в отношениях возникают трудности которых мы боимся мы не знаем как справиться потому что мы не понимаем что происходит от чего берутся вот конфликты и ноют вот одна из причин это может быть этот фундамент то есть которым является наша привязанность то как мы относимся к привязанности а это было для нас заложено в детстве то есть младенец он строю свое отношение к привязанности к окружающим на основе того как нему с ним обращались ближайшие самые важные для него взрослые обычно это мама и папа но это необязательно потому что он их еще не знает поэтому могут быть это другие воспитатели а может быть это один человек или два то есть мама и папа иногда только мама то есть он может не знать что там еще тогда в младенчестве должно быть два людей два человека которые о нем заботятся так или иначе вот этот несозначенным образом младенец он строит свои отношения с внешним миром на основе вот отношений с взрослыми которые о нем заботятся и вот там закладывается этот фундамент то принцип как он будет строить отношения в будущем потом практически всю свою жизнь а получается как у нас интересную мысль я прочитал сегодня что самое знаете лучше вот этот фундамент и построенное отношение вот это привязанность это такое надежное отношение привязанность надежно такие определяется когда все в порядке даже в этом случае то есть даже если были родители очень самое но хорошее снимать и на старочное то но следовало бы исследовали показали что все равно 50 процентов они в 50 процентах они не понимают потребности своего младенца то есть он иногда дает сигналы он в чем-то нуждаются они нему не умеют этого читать то есть они не появляются когда он ему нужно или не реагирует на его потребности должным образом то есть это трудно понять что в чем нуждается младенец и я наверно каждый из нас вполне с этим согласен он же не может сказать так что такого воспитания и умения даже у самых хороших родителей недостаточно чтобы вот позаботиться то есть они даже будут тоже совершать какие-то ошибки которые потом будут иметь последствия что сказать когда есть реально там но не серьезно скажем родители или которые вообще не имеют подхода не готовы были были к тому чтобы стать родителем они могут быть не уравновешенными эмоциональными и например ребенок расчет младенец расчет в таком строить свою привязанность к другому человеку для него это значимый взрослый кто это тот кто на него самый важный он другого человека не знает он не знает вообще не о других людях еще он не разбирается вообще этом мире его он его мир заключается постоянном контакте с другим взрослым человеком который чаще всему подходит и стройки общается с ним удовлетворяет разные его потребности заботиться оказывает внимание и любовь вот с этим человеком взрослым он строит свои отношения и представьте себе этот взрослый начинает вести себя очень по-разному у него не стабильно какое-то вообще он сам не знает что делать поэтому этот младенец он сталкивается иногда с агрессией с гневом ну кто-то вспыльчивый а потом конечно очень край край на любовь и забота а иногда равно душа то есть вот вот такое может получать младенец от своих значительных значительных людей взрослых которые оказывают на него основное влияние то есть потому что он других не знает а представьте себе если например кто-то там была построена привязанность а потом например кто-то там пропал исчез не получают этой привязанности от человека от которого он начал уже вкладывать ожидать любви то есть если там возникли какие-то проблемы где он вкладывал привязанность а потом не получил то есть было чувство голода привязанности до потребность она у нас зао жена есть чтобы мы с людьми строили отношения чтобы строилась привязанность другим близким нам людям например он там почувствовал боль разочарование вместо того чтобы получить любовь и это тоже фундамент на котором такой человек он будет строить в будущем уже взрослый человек строить свои отношения будет бояться отношений глубоких потому что будет бояться разочарования и бояться что опять почувствует сбора и такой человек он не будет строить очень близких отношений но конечно существует этой безопасные отношения еще один такой вариант это когда встречается этот первый и второй давайте мы посмотрим как их называется и и чтоб не примерно как это выглядит я в первое что сказал это такое привязанность который мы называем тревожной и когда по человеком боится когда вот была эта нестабильность вот скажем например нестабильность эмоционально где появляется тревожного то есть он растет с чувством голода постоянного голода привязанности и такой ближайший с другими людьми такое вот у него появилось основание такой фундамент двух детстве по поводу например того что кто-то был очень изменчивым то есть в своих настроениях и он там не мог разобраться как на что делать каким быть как вести себя как бы получить вот должным образом привязанности человеком постоянно пытается потому что у нас предпотребность есть и человек такой расчет с чувством неудовлетворенного такого голода в привязанность потом взрослый человек это тот который обязательно будет искать привязанность для него это будет очень важно и такой человек он не будет на скажем девушка там она не будет долго искать себе партнера по жизни потому что она дубар подумает это тоже включается там низко самооценка что она верна вот я буду перебираешь тогда вообще не найду вот встретился такой человек наверняка мы как-нибудь справимся и будет все хорошо то есть такие люди они не перебирают то есть они две недели и все они будут уже планировать жизнь то есть особенно нет не главное кто это есть главное чтобы он согласился чтобы вступить вот в эту привязанность и потом такой человек он может делать все ради того с кем он находится но в браке ради своего спутника жизни он будет делать все возможно то есть чтобы не потерять этой привязанности для него это очень очень важно то есть такой человеку который в детстве он например потерял кого-то из родных что-то такое случилось это уехал и умер то есть потом будет это тревожная привязанность она так ну называется это люди которые будут вы знаете ну все делать за слайд и привязана они могут так и сказать потом своему партнеру по жизни ради него сделаю все все что хочешь я же тебе желаю только ты меня там не не оставляли и тогда они будут просто на ухажить залезать просто на такого человека ним ним не будут его оставать чтобы он куда-то уехал буду постоянно беспокоиться почему его нет то есть какой-то отпуск за работы не возвращается это будут безумные страдания до такого у которого если это тревожно привязанность это и в поиске и поддержание привязанности в семейной жизни постоянный страх чтобы что может он подчеркать вот эту привязанность близкого человека то есть такой человек он будет постоянно искать вот больше и больше привязанности и но будет навязывать себе своему партнеру есть потом этот второй вид привязанности который строится совершенно другой когда этот где привязанность к ее называется избегающая то есть он избегает глубокой привязанности потому что будучи в детстве в привязанности кто-то испытал боль и сейчас ну то есть разочарование вместо вот любви должно вот такого удовлетворенной потребности там была боль так или иначе потом возрослой жизни человек он боится вступить в глубокую привязанность это вот такие могут быть люди которые много много встречаются например по девушкам не не может перебирают и перебирают он не может решиться лучше ему быть с разными понемножку вот так влюблаться побывать вот все хорошие но на самом деле ему нужны же привязанности в жизни но так серьезные отношения не вступают а если он вступил в отношения например то может быть долго но как будто его там и нет то есть он есть и его и его нет такой человек который любит одиночество он не любит прикосновений нежности он любит рыбалку какое-то успеть на отдельной кровати в своей спальне например и представьте себе как может относиться скажем но жена к такому мужу как она может думать что о нем он не любит когда на самом деле суть в том что он он был он испытывал боль в детстве он он хочет он может любить свою жену ну просто ему труднее переживать ближе он вступает в близость не глубокую то есть как он не позволяет себе на более глубокие чувства боится что будет он ранен начинает испытывать боль это люди которые реагируют юмором на вот все эти ситуации которые где нужно но может плакать переживать то есть на трудные вот разговоры люди начинают подшучивать меняться и так далее он не позволяет пережить вот каких-то более глубоких чувств везде находится в таком раз безопасном расстоянии это вот избегающий человек тип такого такой привязанности избегающий но что тут можно еще отмечить интересного но есть у нас еще безопасный то есть такой правильный максимально правильный хорошо воспитанный младенец у которой потом как взрослый он будет строить умеренные отношения он будет стремиться к отношениям но он не будет тоже бояться когда их потеряет но не будет сильно страдать от этого то есть у него нормальная самооценка и и он готов не любить но когда заканчивается любовь он тоже это понимает из такой человек он не расстраивается с ним можно нормальные договориться насчет отношений и это вот самый самый такой человек где все уложены без лишних скандалей эмоций гнева обид и так далее но вот с таким человеком еще даже у кого-то есть одного из них трудности а хотя бы один из них а таких случаев очень мало есть но тогда можно рассчитывать что это будет более продолжительное какое-то умеренное отношение в смысле хорошие приятные отношения они скандально но представьте себе этих два первых случаях о которых я говорил это тревожный как там вот если бы они встречались вот один тревожный они же до период дополняют то есть собираются вот так понимаете противоположности и там постоянно могут быть какие-то стандарт скандалы есть еще вот один такой случай когда тревожный перемешиваются с и избегающий вот эту весело уж то есть у человек который очень хочет отношений но зато когда только они появляются он их разрушает потому что он не мог боится пойти дальше он сильно нуждается и когда входит глубже уже в это отношения начинает с них разрывать их возможно вы слышали вы знаете насчет вот этих отношений очень много кинофильмов есть и сейчас я может название не буду вот умница выльяна помню как это больше полно на на русском этот название но там бывают вот такие случаи то есть все это крайне такие не сном не то что нехорошие но вот этой трудная привязанность и их интересно смотреть то есть на них вот фильмы построена когда вот это безопасное правильное у нас есть правильно привязанность правильное отношение там все хорошо и там очень крайнейший каких-то нет поэтому это очень трудно даже показывать а вот этих тревожных как они строят отношения избегающих очень тогда интересно понаблюдать но вот сейчас мы можем просто лучше понимать вещи но мы почитаем об этом пообщаемся что происходит с моим мужем али что происходит со мной и когда мы понимаем мы знаем что мы можем что-то с этим делать как-то быть сказать причины тогда не обижаться на того супруга который например он постоянно боится вступить более глубокие отношения конечно все это подлежит какому-то какой-то коррекции то есть можно общаться и человек он когда сам себя узнает потому что он только сам себя может каким-то образом поменять это не так что мы будем на него давить чем будет меняться это будет каждому человеку больно неприятно он он будет бунтоваться против такого но если кто-то будет готов услышать информацию насчет того что с ним происходит тогда он будет до готов узнавать больше и меняться вот это третье состояние когда вот есть жажда глубокое отношение потребность в сердце голод и при этом когда он вступает он начинает испытывать огромную боль потом это результат каких-то очень серьезных травм в детстве изнащилование агрессии в семье и так далее и там скорее всего уже так просто почитать не поможет нам нужен хороший специалист где которому такой человек он должен испытывать доверие чтобы открыться и тогда но и это желательно чтобы там делали какие-то уже специалисты в этой области вот это не основные такие типы привязанности как люди строят отношения получается одни для них это очень очень важно и они не отпускают своего спутника жизни чтобы там не происходило писать еще вещи как легко может это звук злоупотреблять человек например в зависимости когда у него такая жена обязательно она на этом просто пострадает то есть это не уравновешенность в том чтобы вот держаться человека вступать не выбирая не перебирая потому что вот может могла бы она там женщина подождать хорошего там партнера жизненного но а нас так не голодом она не будет ждать просто встречу сая какой-то я на очень быстро будет строить семейную жизнь потому что будет бояться что он не найдет лучшего то есть на вот получается с такой проблемой практически на 90 процент она совершит какую-то ошибку в отношениях с другими и сама на этом пострадали тот кто избегающий например я так вот думаю немножко вот жалко этих людей потому что они не могут не могут жить в близости они не доверяют они будут ранимые и для них будет трудно вот включиться в эмоциональную ближе со своим партнером можно существовать сотрудничать жить многие годы да по ему близость нужно но не так чтобы он глубоко входил вот в это отношение поэтому такому нормальному партнеру может быть это трудно понимать почему мой муж так берет себя откуда у него такое почему он спит другой комнате почему он ищет одиночество хотя мы супруги но потому что он боится близких отношений ну что ж я жду может ваших новых вопросов и может с этой связи с этой темой или новых которые вы хотели бы обсудить я с удовольствием ищу информации мне все становится все более даже интересным потому что я так наблюдаю за собой за близким я начинаю все больше понимать что со мной происходит ну и с некоторыми близкими по моим чем больше мы понимаем чем больше мы сознательные люди там лучше строим жизнь тем мы счастливы вот эти слова счастливы и осознающие свои духовные потребности это матфея 5 глава 3 части первые слова нагорной проповеди но я бы то о чем мы говорим сейчас сказал что то есть наша лично духовно потребность эмоционально но это то что нам в нас внутри а первые слова счастливы и осознающий человек который осознает что с ним происходит вот это счастливый человек когда он сам себе понимает он знает как удовлетворять свои потребности когда он видит вот у меня вот это вот офицер вот этим проблема вот такая такая трудность он знает как сам должен с собой работать как поруководить своей жизни что для него правильно что неправильно что полезно что вредно в чем он нуждается ну да вот то есть осознание самого себя значит желание постоянно исследовать себя кто я такой но не вот посмотрите интересные мысли не мне мало проработали за последние годы разные там психологии все-таки много чего интересного не обнаружили о чем мы можем почитать узнать насчет того как мы функционируем как строятся наши отношения ну что же я всем хочу пожелать сегодня хороших это будут таких надежных отношений стабильных и хочу пожелать того чтобы мы лучше понимали в наших отношениях друг друга когда понимаем или относимся с пониманием другому человеку с вниманием не требуем а начинаем понимать почему что-то происходить человеке мы конечно сможем находить на самом деле не иметь каких-то претензий нет не требовать а вот как-то подстраиваться друг под друга еще раз желаю вам очень хороших теплых семейных отношений до завтра мои друзья